Друзья, привет! Сегодня очень интересная тема, которую я хочу осветить. А именно, произошло одно событие, которое немножечко выбило меня из колени недавно. Я был с моим товарищем в пути, на дороге, и случилась небольшая авария. И вроде бы ничего страшного, но суть в том, что накануне я просматривал события, которые должны со мной случиться, и этой аварии там не было. И тут мы сталкиваемся с одним интересным парадоксом. А именно, существуют события, которые предначерпаны нам кармическим путем, которые обязательно случатся, и которые мы заслужили, либо которые мы не заслужили. То есть хорошие события или плохие. Вот что имеется в виду. Ну вот, предположим, это мы в данном воплощении, это наше следующее воплощение, это наши предыдущие. И если с нами должно что-то случиться на уровне кармы, мы это видим, мы это предвидим, мы это чувствуем. Но, помимо кармы, существует еще одна очень интересная тема, а именно, вместо негатива, энергетические пробоины. И именно это и случилось. Проезжая по определенной местности, там был очень сильный энергетический всплеск. И этот всплеск вызвал эту случайность или закономерность. Вопрос, наверное, очень сложный и требует более длительного разбора. Но, о чем я сейчас хочу сказать. Даже если вам не суждено по определенным факторам попасть в какую-то плохую ситуацию, это может случиться только лишь из-за того, что вы находитесь вместе с плохой энергетикой. И тут я задаю себе вопрос. Как же все-таки можно себя уберечь и предупредить от таких случайностей? Это можно было сделать, если бы я просматривал ситуацию на интуитивном уровне. Вот это можно просмотреть на интуитивном уровне. Вот это мы знаем заранее. Еще поражу один интересный момент. Это точка А. Это точка Б. Это наша жизнь. Точка входа, точка выхода. Но, если вы, нарисуем здесь такую интересную половину планеты, находитесь, шагаете по определенной... Если вы находитесь на определенной энергетической пробоине, это может сделать следующее. Вот эта пробоина может сократить ваше расстояние от точки А в точку Б. Временное расстояние. Сейчас вы понимаете, о чем я говорю. И это очень нехорошая вещь. Как с этим бороться? Мы должны очень сильно прокачивать нашу шестую чакру. Шестая чакра дает нам очень четкое, ясное видение вот этих событий, которые не закономерны, которые не заранее предписаны. Это событие я не видел. Не видел его, в принципе, за день до того, как оно случилось. И я понял, что случайности, как мы их называем, это точно те же закономерности, но связаны они не с нашим перевоплощением и не с нашей судьбой, а связаны они с определенными геолокациями, геопозициями, которые имеют определенную энергетику. Находясь в нем, даже если вы не должны в этот день сократить ваше расстояние от точки А в точку Б, то есть точка входа, вот в жизни точка выхода, это может случиться, находясь просто на определенной энергетической воронке. Поэтому, друзья, будьте осторожны. Будьте внимательны. Знайте, что даже если вам суждено прожить 100 лет, случайность может произойти. Вы можете быть там, где эта точка, где расстояние между этими точками сократится. Это то, что я вам хотел сегодня рассказать. Друзья, что вы по этому поводу думаете, пишите, пожалуйста, в комментарии. Мне это очень интересно. И попытаемся разбирать эти моменты дальше. Если у вас случались подобные ситуации в жизни, напишите об этом. Буду рад услышать. До новых встреч.